Всем привет! Сегодня будет вот такое видео про нашу любимую почту России и, собственно, наглядный пример, но в данном случае со счастливым концом, как теряются и пропадают посылки. И потом невозможно их отследить и найти. В данном случае за все время, что я отправляю посылки, даже, наверное, около двух лет, такое впервые. То есть вот две посылки вернулись ко мне обратно. Люди уже писали многие, это еще было отправлено до Нового года, где-то в середине, я точно не помню, примерно в середине декабря. То есть до Нового года она должна была, по идее, приехать к клиенту, получателю. Он был заказан, куплен шуруповерт. Вот. И на Ютубе уже писали с возмущениями, как будто я в этом виноват, что почта где-то там потеряла эти посылки. И вот сегодня я получил даже две. Вот эта посылка гуляла с середины декабря. То есть 17 последний раз она где-то трекнула с маской, кажется. И все. 17, кажется, декабря или января. Нет, декабря, да. И все. Больше никакого отслеживания. И только потом, через месяц, то есть пошел дальше отслеживание по треку, то что она прибыла в сортировку в Ростов, пролежал там месяц, ее отправили назад. Единственное, что можно разобрать, вот тут написано ручкой, а вот возврат за уточнением адреса. А здесь написано, что еще я должен заплатить за возврат этой посылки, что я сегодня и сделал. То есть я заплатил за то, что, повторно, за то, что эти посылки мне вернулись обратно. И еще я заплачу, когда буду отправлять их опять клиенту. Получается три раза заплатил за эти посылки, за отправку. Два из которых раза я уже плачу, как бы, свои деньги. Вот, доказывать это, мне сказали, там можно претензии писать. Ну, я подозреваю, что это долгая песня будет. А причина потери посылок заключается в следующем. Вот видите, наклейка, где был напечатан адрес и мой, и получателя, он просто исчез, он смылся. То же самое и здесь. Но здесь, в данном случае, мой адрес остался обратный, здесь размыт адрес получателя. Здесь уже наклеили, невозможно прочесть, вот она наклейка. И она ко мне тоже приехала обратно. Почему такое произошло? Естественно, если кто сталкивается, кто знает, как наша почта работает, дофига видео на ютубе и в разных средствах массовой информации, как они работают, как это все бросается, кидается. Достаточно уронить такую посылку просто там в лужу или в данном случае в снег, неважно. То, естественно, все надписи, все, что было напечатано, адреса, они просто стираются, смываются, как в данном случае. Ничего прочесть нельзя. Но есть, естественно, штрих-код отправления. Вот он. Эта посылка гуляла середина декабря, а это, ну, буквально где-то недели две. Мне клиент пишет, что он недалеко здесь, в Москве. Вот почему посылка поехала назад, понятия не имею, почему она поехала, приедет, узнает. Там тоже приехала она в сортировочный центр и оттуда же вернулась обратно. Тоже по этой же причине. Невозможно прочесть адрес, потому что ее намочили. Это явный пример и наглядный пример того, как работает наша почта. И по каким причинам может потеряться просто по неосторожности, по глупости или наплевательскому отношению к этим пересылкам и почтовым отправлениям. Потому что ни для кого не секрет, как они работают и как бросают, кидают. И многие мне поначалу жаловались, что там приходили и побитые были корпуса, шуруповерт их, ну, эти, кейсы. Вот, потом уже стал упаковывать эту пленку. И видите, как она, в каком она уже в виде. Вся покоцанная. Вот она гуляла. Вот так упаковка может попортиться. Это уже, сами видите, только в результате небрежного обращения. И то, что ее швыряли, кидали неоднократно, чтобы протерлась до дыры. Это как протерлась. Это не порвали. Видите, царапины. Вот, таким образом, вот, это более-менее еще нормальный пакет. Вот, собственно, ответ на вопрос, кто там спрашивает или кто там волнуется, где его посылка. Вот он, наглядный пример, где его посылка. Но, тут другой момент. Информации нету, да? Но она ко мне приехала назад. Почему клиент не может ее получить? Потому что здесь не указан его адрес и фамилия, имя отчества. Вообще ничего, никакой информации нет. Нет, но ко мне же она вернулась обратно. А почему? Потому что, когда отправляете посылку, вписывается адрес получателя и адрес отправителя. По стрих-коду все это отслеживается. Кому едет посылка, какой вес, от кого едет посылка. Но получить ее клиент не сможет, ему не могут ее выдать. Но вернуть обратно могут, как оказалось. Хотя тут никаких моих данных нет. От руки написан индекс. И все. Потому что по стрих-коду все отслеживается прекрасно. Там же все в базу вводится. Какая информация. Но в почтовое отделение она не приедет, потому что нет адреса. А по-хорошему, человек... Были у меня такие случаи, когда... То ли не было фамилии, то ли отчества. Что-то такое не было. Мне люди звонили, им не отдавали посылку. Что-то там не совпадало. Ну, как мне данные прислали, таким данным я отправил. Вот. И потом я прислал, может, трек-код, ну, трек-код номер. Он этот трек-код предоставил на почту. Ему выдали посылку. Почему в этом случае нельзя было поступить точно так же? Я не понимаю. И для чего он тогда вообще нахрен нужен этот трек-код? Если она приезжает к месту назначения, ее не выдают посылку, возвращают обратно. Вот это у меня загадка. Просто. Вот. Ну и, соответственно, дополнительные расходы уже за мой счет, естественно. Потому что клиент заплатил за доставку, и он в этом не виноват, что почта таким образом отработала и доставила эти посылки. Как я уже говорил, теперь им придется еще раз заплатить, чтобы их отправить. Помимо этого, я заплачу за доставку повторно, и заплачу опять новые пакеты. Соответственно, упаковка уже испорчена. Это тоже деньги. Вот так вот, ребята. Так что, все вопросы по поводу того, где посылка, как посылка. Было два человека, вот один из которых. Вот посылка, которая потерялась. И еще у меня там был клиент, и тоже что-то с посылкой тоже было потеряно. Но не знаю, сейчас молчат. Может быть, уже получили. Может, там задержки были какие-то под Новый год. Не знаю. Вот. Ну, результат вот налицо. Снимаю уже вечером, потому что времени другого нет. Конечно, кто-то может сейчас сказать, что достаточно написать адрес на пакете. И ничего не сотрется. Конечно, можно, когда вы отправляете одну посылку. А когда вы отправляете десятки посылок, чтобы писать вручную, это очень много времени. Это, во-первых. Во-вторых, даже на сайте Почты России можно распечатать такой бланк. Элементарно. Там есть специальная программа. Вводятся данные получателя-отправителя. Распечатывается такой же бланк. И также наклеится он на пакет. Все предельно просто. Я отправляю очень много посылок. Я показываю неоднократное видео, сколько у меня этих чеков. Так что имейте в виду, если где-то какие-то задержки, то моей вины в этой абсолютно никакой нет. Все, что от меня требовалось, я делаю и отправляю. Все, что от меня зависит, это доставка товара и отправка товара. Что дальше на почте происходит, я за это отвечать не могу. Последствия вот они. Горькое, больно. Но, да, человек ждал к Новому году. Но теперь уже вот только сейчас, завтра я постараюсь отправить, чтобы он наконец-таки получил этот товар. А вот стоит число, да. Сейчас я посмотрел. 16-го, да, кажется, декабря. А, по сути, проблема-то в чем? То, что нет конкуренции у почты. Они, по сути, монополисты в России у нас. Это в Китае тысячи, тысячи, там, этих курьерских компаний, которые доставляют грузы, товары и почты, и курьеры. Там в основном курьеры. Вот. А у нас только почта. Соответственно, что хочу, то врачу. Вот так и получается. А если бы была конкуренция, то таких бы моментов не было. Уже бы люди более, их бы дрючили за вот такие дела, кто за это в ответе. Потому что это все в ответственности за перевозчики сами. Непочтальоны, которые сидят в отделении. Их дело. Они приняли посылку, отправили посылку. Все. А это уже, она в таком виде приехала туда по месту назначения. И, соответственно, она потом оттуда бы вернулась. Была бы конкуренция, был бы и сервис лучше. А на деле у нас вот так, как есть. Ну вот, собственно, и все. Высказал все, что я думаю. И показал, как это наглядно, как это все обстоят дела на самом деле. Почему теряются посылки, почему не возвращаются. Или... То есть, банально, халатность. Халатность почтальонов. Вот и весь результат. Ну вот и все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.